Шанс на новую жизнь получили десятки красноярцев, а все благодаря пересадке донорских почек. Операции проводятся на базе краевой больницы. Всего около года Денис Денисов решил узнать, как живут люди с новыми органами и когда красноярские врачи смогут подарить человеку новое сердце. Уже около года Андрей Рачинский живет с новой почкой. Андрей Рачинский регулярно приезжает из Минусинска, чтобы проверить, как работает орган. Он воспитывает десятерых детей, восемь из которых приемные. Проблемы со здоровьем у него начались много лет назад, пока однажды болезнь не перешла в критическую стадию. Начала отказывать почка. Понадобилась операция. Уже потом трясло, так уже все, уже, ну как, уже я спать не мог, уже, ну, все морозит, трясет. Это, ну, ощущение плохое, все, зод этот, ну, это, видать, уже интоксикация. Андрею повезло. Он стал шестым человеком в Красноярске, кому на базе краевой больницы провели трансплантацию донорского органа. Образ жизни, конечно, сразу пришлось сменить. Отказался от алкоголя, исключил острое из меню. Но это кажется такой мелочью по сравнению с тем, что было бы, если бы Андрею не нашли донорский орган. Несколько дней назад после наркоза очнулся еще один пациент, Александр Райхель. Диагноз тот же. Работал, но дома. Чувствую, плохо стало. Где-то 200 давления поднялось. Тошнота рвота. Приехала скорая. Ну, понизили давление. На следующий день обратился в поликлинику. Шесть лет Александр провел на лечении, два из которых на диализе. Это стандартная терапия для пациентов с ухудшающимися функциями почек. Чревата многими побочными эффектами. Дополнительно строгая диета, никаких физических нагрузок и жесткий контроль жидкости. Пить можно не более двух литров воды в несколько дней. Вот так выглядит аппарат для гемодиализа. По сути, это искусственная почка. Каждый пациент должен проходить эту процедуру три раза в неделю. Однако считается, что это сокращает жизнь. Год на гемодиализе идет за три. Многие проводят под аппаратами всю жизнь, так и не дождавшись донорской почки. Очередь на органы в крае сегодня выросла до 600 человек. Красноярские медики только в 2014 году получили право на трансплантацию. До этого всех пациентов отправляли в Москву ждать своей очереди. За год успешных операций сделано больше десяти. Однако каждый пациент после них обязан пожизненно принимать специальные препараты, чтобы не началось отторжение нового органа. Он получает иммуносупрессивную терапию. То есть это определенный комплекс лекарственных препаратов. Это комбинация их. Как правило, два-три препарата. Эти препараты для каждого пациента подбираются индивидуально. И пациент периодически приезжает к врачу-нефрологу, трансплантологу для коррекции иммуносупрессивной терапии и лабораторной диагностики. Сейчас в нашем городе пересаживают только почки. Медики отрабатывают технологию. И если все пойдет удачно, то через несколько лет в чьей-то груди может забиться новое сердце. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал.